Истории созидательного духа Тяньши. История 20-я. Шесть мечей духа и аудиторская проверка. Начало 2003 года было отмечено чередой радостных событий в компании. 10 января господин Ли Цзэнь Юань был удостоен звания выдающегося китайского предпринимателя. 11 марта зарубежная версия Жэньминь Жибао выпустила полностраничный информационный бюллетень о корпорации Тяньши. Представляющий продукцию под маркой «Сделано в Китае». По состоянию на 2003 год высококачественные товары для здоровья Тяньши были представлены в 86 странах и регионах. Ими пользовались почти 20 миллионов потребителей. Корпорация заняла второе место в рейтинге Forbes для китайских предприятий. Но погода в деловом мире изменчива. В июне 2003 года деятельность компании подверглась аудиторской проверке шести министерств и ведомств Китая, включая Министерство общественной безопасности, Государственную налоговую инспекцию, Государственный контрольный комитет промышленности и торговли, Министерство безопасности, Министерство надзора и Министерство иностранных дел. Когда объединенная следственная группа прибыла в штаб-квартиру Тяньши в Уцине, 60 вооруженных сотрудников спецслужб окружили офисное здание Тяньши. В это время господин Лидзинь Юань летел в Шанхай на церемонию открытия нового филиала Тяньши. В этом городе компания приобрела 2000 акров земли, планируя построить индустриальный парк. Как только самолет приземлился, зазвонил сотовый телефон господина Лидзинь Юаня. «Председатель Ли. Нашу компанию окружили военные. Правительственная проверка будет расследовать уклонение от уплаты налогов. Все напуганы, компания парализована». Этот внезапный телефонный звонок ошеломил господина Лидзинь Юаня. Он был озадачен. Тяньши — крупный налогоплательщик, который соблюдает законы и постановления. В 1996 и 1997 годах Тяньши входила в тройку крупнейших налогоплательщиков в Тяньзине. «Вы должны активно сотрудничать со следственной группой», — ответил он собеседнику. Корпорация Тяньши исправно платит налоги, в том числе выступает в качестве налогового агента при выплате вознаграждения дистрибьюторам. «Всю свою деятельность мы ведем легально и в соответствии с законом. Если не занимаешься противозаконными делами, весь мир для тебя открыт». И пока инспекционная группа шести министерств и комиссий опечатывала компьютеры и картотеки, выгружала с сервера финансовые и налоговые данные за всю историю работы компании, господин Лидзинь Юань продолжил запланированные дела в Шанхае. На церемонии торжественного открытия филиала присутствовали руководители Шанхайского городского комитета партии, городского правительства и соответствующих ведомств. На пресс-конференции, где присутствовало около полусотни журналистов, председатель шутил, не пропустил ни одного заданного вопроса и никому не отказал в беседе. Когда господин Лидзинь Юань вернулся в отель, в гостиной его ждали сотрудники. «Председатель Ли, у нас в компании проверки. Мы волновались, что вы будете нервничать, поэтому скрыли это от вас». «Я узнал об этом сразу после того, как мой самолет приземлился», — ответил Лидзинь Юань и улыбнулся. «Вы знали?» Сотрудники были удивлены, потому что председатель не проявлял ни капли нервозности. Господин Лидзинь Юань сказал, «Концепция шести мечей духа Тяньши подразумевает шесть элементов нашего успеха, а именно честность, внедрение инноваций, соблюдение условий контрактов, репутация бренда, ключевое внимание талантливым кадрам, забота о сотрудниках, дистрибьюторах и обществе. Это ключевые линии поведения, которых мы придерживаемся при ведении бизнеса, и эти требования никогда и никем не могут быть нарушены. Корпорация Тяньши ведет дела прозрачно и честно, и мы не уклонялись от уплаты налогов и не уклонялись от регистрации капитала. Так что не волнуйтесь, если ведешь себя порядочно, мир открыт перед тобой». Государственная инспекционная комиссия работала 23 месяца. Эти месяцы были очень тяжелыми для корпорации. Обстановка напоминала шторм, оползень или даже цунами. Наконец-то вышел аудиторский отчет. Инспекционная группа подтвердила добросовестность финансовой деятельности компании Тяньши и укрепила репутацию ее руководителя господина Лидзе Ньюаня как глубоко порядочного человека.